приветствую в этом видео мы поговорим об одном вопросе вопрос звучит так должен ли ограничено пригодный сам прийти в тцк и сп для прохождения влк в течение 9 месяцев или же он должен дождаться когда ему придет повестка и только при наличии повестки явиться в тцк и сп для того чтобы разобраться с этим вопросом мы должны с вами посмотреть закон в котором эта норма предусмотрена а предусмотрена она напомню в законе 3621 это тот закон который нам известен как законопроект 10 313 и сейчас мы его посмотрим и с вами разберемся в этом вопросе как очень часто бывает закон содержит в своем названии такие красивые громкие слова и здесь не исключение про внесение змин до деках законе в украине еще до забеспечения прав висковослужбовцев то полицейских на социальный захист вода социальный захист висковослужбовцев ну что может быть важнее сейчас вот но потом мы переходим к переходным положением и там всегда мы находим самое интересное то что как правило не не связано с названием закона этот закон в этом смысле не исключение и вот друзья мы переходим с вами сюда в прикинцеве топорахи дни положения вот они и здесь содержится вот та самая норма про 9 месяцев на про огляд для обмежена придатных и вот давайте внимательно сейчас читать эту норму установите что громадяни Украины которые были визнаны обмежено придатными до військовой службы до набраня чинности цим законом протягом 9 месяцев дня набраня чинности цим законом подлягают повторному медичному огляду з метою вызначение придатности до військовой службы и у меня вопрос а вы где-то здесь увидели слово обязан либо обязан явиться нет же здесь ничего такого да здесь не написано что обмежено придатный обязан явиться в ТЦК ИСП на ВЛК в течение девяти месяцев нет обратите внимание вот слова в юриспруденции слова очень-очень важны и смотрите что здесь написано и для ают не зубов я за не пи для ают повторному медичному огляду пи для ают нет здесь обязанности прийти самому в ТЦК ИСП ну не написано не здесь не в каком-то другом законе какой вывод мы можем с вами из этого сделать а вывод простой обмежено придатный не обязан закон самостоятельно являться в ТЦК ИСП не этот закон не какой-то другой закон не возложил на него такую обязанность а это значит что это значит что ограниченно пригодный обязан явиться в ТЦК ИСП в том случае если он получит повестку все никогда ему позвонят по телефону никогда ему там на e-mail что-то пришлют никогда ему мессенджер что-то там скинуть сообщение что мол приходи нет с точки зрения действующего законодательства ограниченно пригодный обязан явиться в ТЦК ИСП на общих основаниях а общее основание у нас какие это получение повестки на ВЛК но в данном случае на ВЛК да и соответственно если он получит такую повестку ему там не знаю на работу принесут эту повестку домой принесут то в этом случае он уже будет обязан явиться в ТЦК ИСП для прохождения медосмотра и в этом случае только после получения повестки ограниченно пригодный обязан будет пройти ВЛК на этом у меня все если вы считаете что данное видео было вам полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой YouTube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал ссылочку на него вы найдете в описании видео а название вы сейчас видите на экране и конечно же пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока